Сейчас есть звук? А сейчас слышно? Все, ура, господи, слышно, да, слышно. Все, спасибо. Все, ура, господи, слышно. Спасибо. Это время, когда оно наиболее интересно и наиболее пользуется спросом у туристов. Ну, это не случайно, потому что привлекают в первую очередь знаменитые наши Белые ночи, которые сделаются официально с конца мая по начало июля, но светло у нас с начала мая по середину августа. То есть в любое это время можно насладиться такой романтичной прогулкой. Реки, каналы, мосты, пригороды прекрасные наши, Пушкин, Павлов, Гатчина, Ломоносов, все это, конечно, пользуется спросом. Плюс также Петербург – это прекрасная альтернатива поездки в любой европейский город. При этом нам не нужен ни заграничный паспорт, ни знания языка, ни визы, ничего. Сейчас мы поменяем слайд. Сейчас бы я хотела рассказать о преимуществах работы с индекотуристами. Почему именно индекотуристами? В первую очередь, конечно же, это 90-летний опыт работы по приему туристов. Как и визу, туризм мы работаем давно, так и по всей России. Онлайн бронирование всех услуг, насыщенная экскурсионная программа. Блоки мест популярных отелей. Здесь я даже выделила с крицательным знаком, потому что в сезон это действительно очень важно. Большой поток туристов. И бывает нелегко забронировать номера, хорошие номера в хороших достойных отелях. Тем более, если у вас, допустим, группа какая-то нарисовывается. То есть не один-два человека, а если это 5-10 и больше. Конечно, в сезон белых ночей это бывает сложновато. Здесь без услуг туроператора не обойтись, когда будет гарантированная возможность получить вот эти номера. Туры любые, как для групп взрослых, так и для школьников, индивидуальные экскурсии. То есть здесь у нас большое разнообразие, большое поле действий. И вы можете обращаться к нами за любыми расчетами, как вот от одного туриста, так и до больших групп. Все это возможно. Также не так давно у нас появилась услуга, как пакеты с регулярными авиаперелетами. Это тоже очень удобно, когда вы можете в одном пакете выбрать и проживание в отеле, и рейс удобный для Петербурга, когда нельзя в Петербург из вашего города, если есть такая возможность, если у вас в аэропорт в вашем городе. То есть это очень, конечно, удобно. А сейчас бы я хотела рассказать о продукте, который мы приготовили на сезон. То есть в первую очередь у нас ведут майские праздники. И для майских праздников мы приготовили две программы. Петербург Первомайский и Петербург День Победы. Оба эти туры представлены как в таком классическом варианте с насыщенной программой, так и в варианте лайк, когда туристы бронируют гостиницу, туда входят одна-две экскурсии, а остальное пожелание они могут взять за дополнительную плату, ну, конечно, заранее лучше это выбирать, либо они, в принципе, могут просто погулять по городу, насладиться атмосферой праздника. Возможно, кто-то уже не первый раз приезжает в Петербург. И такая насыщенная программа, как представлено в этих классических турах, она просто не нужна. Заезды у нас происходят в любой день от двух дней одной ночи до восьми дней семи ночей, то есть до недели. В любой из дней с первого мая можно заезжать, выбирать дни, отели и проводить время использования в Санкт-Петербурге. Поподробнее бы хотелось остановиться на нашем классическом туре Петербург-классический. Эта программа будет доступна к онлайн-бронированию с 15 мая по конец сентября. Также можно будет заехать в любой из дней. От двух дней одной ночи до семи дней можно в программу здесь находиться. И если туристы забронируют на протяжении всего тура на семь дней, то программа у них будет насыщенная каждый день. Это очень удобно. Опять же повторюсь по поводу того, что не нужно искать номера, то есть блоки места у нас всегда есть. Насыщенная экскурсионная программа и гарантированная экскурсионная программа в определенный день в составе сборной группы также есть. Все отели у нас, чуть попозже вам показывают даже на карте, находятся в центральной части города. Различная ценовая категория, экономные варианты, стандарты, комфортные номера. Не стала расписывать эту программу. С ней можно будет ознакомиться более подробно у нас на сайте, изучить в какой день какая экскурсия представлена. Просто, чтобы вас не грузить, ну вот, приглашаю вас на сайт, чтобы посмотреть, что представлено. Вот, немножечко как-то все у меня идет. Так, да, и второй вариант, это Петербург Лайт, то есть этот тур на основе нашей классической программы, да, здесь вы можете выбрать отель, и в зависимости от количества дней здесь будет предложена вам либо одна экскурсия, либо две экскурсии. Экскурсии гарантированные в пятницу и воскресенье. Если вы, допустим, забронировались в пятницу или в четверг на несколько дней, так что у вас выпадает и пятница, и воскресенье, то у вас будет две экскурсии. Если получается, что не выпадает две экскурсии, то одна экскурсия. Но здесь вы уже можете тоже сориентироваться сами, на цену это уже не повлияет. Экскурсии гарантированные. Это цитадель Петра Великого с посещением территории Петропавловской крепости. И воскресенье императорский Петербург с посещением Эрмитажа. То есть, ну, прекрасная возможность, чтобы максимально близко и экономично познакомиться с Петербургом. Также хочу вас познакомить с экскурсионным туром Петербургский уикенд. Это такой, тоже, лайт вариант на выходные, когда туристы приезжают, ну, пятница, суббота, воскресенье, да, обычная продолжительность, либо суббота, воскресенье, как удобно. И в данной программе входит, ну, естественно, проживание, как и во всех турах, и одна групповая экскурсия в субботу. Загородная автобусная экскурсия, Петербург, жемчужина и суббота. Также по желанию можно добавить дополнительные экскурсии, либо в понедельник, либо в воскресенье. То есть, ну, опять же, с этим можно всем ознакомиться у нас на сайте. По организационным моментам. Отъезд на экскурсии у нас из отеля, встреча в холле с гидом, с табличкой «Интурист Томас Кук». Из четырех гостиниц мы забираем. Это гостиница «Октябрьская», гостиница «Санкт-Петербург», «Киевская» и «Нептун». В каждой описании программы всегда указано, из каких отелей мы забираем туристов. И в памятке это будет у ваших туристов обязательно указано. Если гости выбирают не вот эти четыре отеля, которые я назвала, а другие, то все они расположены, ну, буквально пять, максимум десять минут пешком от вот этих центровых гостиниц, где мы встречаемся. Поэтому никаких проблем для туристов не будет добраться самостоятельно до данного отеля, да, либо проходят встречи, и оттуда уже начать экскурсионную программу. Время окончания экскурсионной программы ориентировочное. Обычно оно в центре города, ну, допустим, у метро Адмиралтейска, или Невский проспект, или у Московского вокзала. В среднем, где-то это с окончания программы около 17.00. Если это заруберная экскурсия, она может быть до вечера, да, но не позднее 19.00 заканчивает экскурсия. Если вы выбираете билеты на поезд или на самолет, то есть всегда можно к нам обратиться, посоветоваться, спросить, когда экскурсия заканчивается, то есть какое удобнее всего выбрать время отправления для туристов. Всегда мы, в принципе, на связи, всегда по этому вопросу вам подскажем. Что еще важно знать, что входит в стоимость тура, это, естественно, размещение в выбранном отеле, выбранной категории, питание, завтраке со второго дня тура, ну, или без питания, в зависимости от отеля, который выбираем, есть некоторые отели, которые предоставляют без питания. Транспортное обслуживание во время экскурсионной программы, экскурсии по программе с лицензированным гидом, все экскурсии проводятся только на русском языке, то есть если у вас, допустим, туристы другого языка, то здесь нужно запрашивать индивидуальную экскурсию, индивидуально к ним обращаться, и это тоже возможно. Билеты в музей по программе, входит в стоимость. В первый день прибытия в гостиницу самостоятельно. Здесь нужно обращать внимание туристов, что в зависимости от политики отеля, в основном заселение происходит после 14.00. То есть туристы могут приехать, оставить свои вещи в камере хранения, и после экскурсии уже заселиться и отдыхать. Иногда, конечно, если есть номера, то заселение может произойти и раньше, и без дополнительной платы. Но это не гарантированно. Это может быть, но не гарантированно. Точно так же, как и в последний день, выписка у нас всегда происходит до 12.00. Точно так же туристы могут оставить в камере хранения свои вещи и отправиться на экскурсионную программу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Здесь какие-то перебои с интернетом. Периодически пишут, что плохое качество интернета. Прошу прощения. Я у него сама переживаю из-за этого. Значит, я рассказывала про Петербург-Каля-Карт. Это возможность забронировать любой из представленных отелей. У нас на сайте их более 100. И в стоимость будут уже входить две групповые экскурсии. Здесь нужно обратить внимание, что экскурсия групповая всегда ответует в гостинице «Октябрьская» и добираться до места встречи с зимой туристами необходимо самостоятельно. Также нужно заранее будет обязательно внести заявку, какие две экскурсии выбрали туристы. То есть еще разочек повторю, может быть, слишком скомканно получилось, потому что звук пропадал. Вы выбираете проживание в любом из представленных отелей в данной программе «А-ля-карт» и две групповые экскурсии на выбор. Вы смотрите, допустим, туристы заезжают в понедельник, субботу и воскресенье. В пятницу, субботу и воскресенье. И вот из предложенных экскурсий в пятницу, субботу и воскресенье можно будет выбрать две любых. То есть это будет либо Петропавловская крепость в пятницу и фонтаны в субботу, либо Эрмитаж в воскресенье, что-то, ну, либо другие дни тоже также поставленные, можно выбрать. Следующий уникальный у нас тур называется «Петербург-Вип». Здесь предложено проживание четырех и пятизвездочных отелей, достаточно хороших отелей. И здесь уже в стоимость программы включен индивидуальный транспорт, уже для вокзала аэропорт, индивидуальная дневная экскурсия. То есть ваших туристов будут встречать либо в аэропорту, либо на вокзале с табличкой «И на машине отвезут до отеля» и обратно точно так же до вокзала. И индивидуальная экскурсия, то есть это будет экскурсия только для ваших туристов, допустим, в состоянии вдвоем, да, только для двоих. Никого, никакой группе уже присоединять не будет. И, естественно, экскурсия в данной ситуации будет начинаться из того отеля, в котором проживают туристы. Сейчас бы мне хотелось остановиться поподробнее на том, как забронировать тур, точнее, даже найти тур на нашем сайте, потому что немножко сложновато это бывает, дается для некоторых. Смотрите, вы заходите на сайт Интуриста, приходите в расширенный поиск, выбираете, вот у меня красно помечены галочками, туры, отели, спа, экскурсионные пакеты. То есть здесь у нас заложены все туры без перелета, да, без глобального перелета. Город отправления выбираем любой. Страна – Россия. В городе выбираем Санкт-Петербург или Ленобласть. Дальше выбираем дату и тот тур, который вам нужен. Допустим, вы знаете, что хотите отправить туристов в классическую, на классическую программу, выбираете классическое лето, май-октябрь, и переходим к поиску. Дальше открывается вот такое окошко, в котором вы видите, что если зелененьким, зеленой галочкой помечено, значит, номера на гарантии, и вы можете уже подтвердить их туристу. То есть, допустим, даже если это там пятница вечер, вы бронируете, или суббота утром, когда у нас, вот, когда мы отдыхаем, и если вы зеленой галочкой видите отели, то эти номера гарантированы, можете совершенно спокойно их добронировать. Если вы видите, что под вопросом места с места в отеле, то, естественно, после запроса в отеле, если номера есть в данной категории, вам предложат, либо подтвердят, либо предложат какой-то другой вариант. Также хотела бы обратить ваше внимание для тех, кто в Петербурге не был, для вашего удобства, чтобы рассказать туристам по поводу отелей. Галочка помечена тоже красным. Можно выбрать группировку по отелям, и тогда откроется у нас следующее окошко, где будет очень удобно, вы увидите картинку гостиницы, да, фасад гостиницы. Справа вы увидите цену, и описание гостиницы. Можно зайти и посмотреть. Либо второй вариант, что тоже очень удобный, для того, чтобы понять, что все наши отели находятся в центре, вы можете на карте выбрать, тоже галочка у меня сейчас помечена. И вот все наши отели, вот эти 13 отелей, о которых я говорила, которые представлены в классической программе, вот они у вас все вышли. Очень удобно для того, чтобы иногда, бывает, туристы просят, мы хотим в пяти шагах от Невского проспекта, или мы хотим на другом стороне Невы, или мы хотим рядом с московским вокзалом. И вот открыв вот эту карту, вы сразу можете увидеть, что вот рядом с московским вокзалом у нас расположено такое-то количество гостиниц, либо с Витебским вокзалом, допустим, ваши туристы могут прибывать туда, другие гостиницы. Очень удобно, можно посмотреть и сразу даже туристу эту карту показать, что именно здесь находится. После того, как вы выбрали программу, вы нажимаете, выбрали тур, вы нажимаете купить и переходите в такой вот кабинет. У вас есть время 30 минут для того, чтобы вы внесли все данные о туристах. Здесь показана комиссия. Комиссия предоставляет основных услуг. Допустим, если вы дополнительно бронируете транспорт, трансфер, трансфер, дополнительно на него комиссия не дается. Также у нас представлены туры с авиаперелетом. Их, наверное, может быть, попроще будет найти. Здесь вы с перелетом выбираете город, ваш город. То есть, допустим, наши туристы из Краснодара. Вы выбираете Краснодар, выбираете Россию, Санкт-Петербург. Ну и также нажимаете кнопочку найти. И здесь уже вам открывается окошко, где вы видите представленные авиакомпании. Можете посмотреть, что входит в стоимость, какие-то дополнительные стоимости, есть ли багаж, не включен багаж, не включен багаж. Время, все очень удобно. Это регулярные рейсы. То есть места, все, что представлено на сайте, все есть. Все, что зеленой галочкой помечено, можно спокойно бронировать. Также хотела бы подробнее остановиться на наших отелях, которые представлены в классических программах, в программах Light, в майских программах, о которых я говорила. Отели, мы предполагаем 4 отеля категории 4 звезды. Все они, как я говорила, находятся в центральной части города. У гостей, проживающих в отелях, расположенных рядом с отелями... Прошу прощения, сейчас уточку. Отели категории 4 звезды предлагают своим гостям высокий уровень комфорта с сочетанием сервисов международного уровня. Это действительно 4 достойнейших гостиницы. В прекрасном расположении, с хорошими завтраками, с современными номерами. Номера различной категории во всех этих 4 отелях представлены, как стандарт, так и комфорт, и другие номера. Завтраки, шведский стол обязательно. Все, что действительно соответствует категории 4 звезды. Чуть попроще, но не хуже, так сказать, немножко подешевле. Это наши трехзвездочные отели. Гостиница «Киевская» находится на обводном канале. Прекрасное тоже расположение. Недорогие номера. Ремонт проведен во всех номерах сейчас. Достойная гостиница, на самом деле, на данный момент. Станция, 3 здесь представлены. Это новые отели, достаточно новые, по сравнению с теми, о которых я сейчас говорила. Комфортные номера, ортопедические подушки, гипооргизменное белье. То есть все, что с современным стандартом, современным требованиям туристов, все это соответствует. Завтрак с 8 до 11, шведский стол также находится. Ну, может быть, единственное, что завтраки в этих гостиницах немножечко поскромнее, конечно, если взять с 4, если мы будем сравнивать с гостиницами 4 звезды, но достойные тоже. И наши мини-отели, которые мы тоже очень любим, находятся они в очень прекрасном расположении, на Невском, на Лиговском, буквально несколько минут до Невского проспекта. Хорошая ценовая категория. То есть если туристы приезжают именно смотреть город и не просто отдыхать, ну, прекрасную альтернативу за небольшие деньги, замечательно комфортное проживание с завтраками и возможность посмотреть город. Подробнее бы хотелось остановиться о том, что у нас есть экскурсии состава сборных групп. То есть вы можете, допустим, ваши туристы могут забронировать отель самостоятельно, а экскурсию заранее приобрести у нас. Так как все-таки в сезон достаточно плотное посещение туристов, и, ну, чтобы не стоять в очередях, в Формитаж или в Царское село, куда будет очень сложно попасть без группы, то, конечно, мы рекомендуем заранее забронировать эти экскурсии и посетить их с группой. Также есть возможность индивидуально забронировать экскурсию на 2, 3, 4, 7 человек максимум. Это будет либо на легковой машине, либо на микроавтобусе с индивидуальным видом. Мы представили, на сайте у нас представлены некоторые варианты экскурсии, но по запросу мы всегда готовы рассчитать все пожелания ваших туристов. И сейчас я хотела бы дать слово своей коллеге Дарине Ромашовой, которая расскажет поподробнее о школьных программах. Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Дарина. Я просто представлю, чтобы запомнилась. Я занимаюсь темой школьных, и не только школьных, вообще организованных групп в Петербурге, но сегодня речь пойдет о школьных программах. Петербург — это очень привлекательное направление для школьных групп, потому что уже очень много школьных программ связанных с Петербургом, это История России, Петербурга, Современностей, Церковская литература, Пушкин, Стоевский, Ахматова. И вообще город всегда будет обеспредоточен на наук и искусстве. У нас круглогодично действуют несколько программ базовых туров, которые в зависимости от сезона немножко различаются по экскурсионному наполнению. Зимний сезон — это с 16 октября по 27 апреля. Он так выделен, потому что в этот период в ней работают фонтаны в Петербурге, и все группы программах посещают в последний день свое пребывание Царское село, Екатерининский дворец, соответственно, с секретарной комнатой. Мы всегда стараемся первый и последний день трансферы совмещать с экскурсионной программой, чтобы группы не платили лишние часы за аренду автобуса, так как в транспортных компаниях существуют минимальные часы аренды. Как наши базовые программы? Это классика, а лайт интерактив. Классика, эти программы рассчитаны от 3 до 6 дней. Основное их отличие от лайта — это посещение Эрмитажа, а не Русского музея. А также там включено посещение Исаакиевского собора или Спаса на Крови. И во все программы включены завтраки, в том числе в первый день. Но вот в программе классика в летних программах также включен один обед. Программа лайт имеет продолжительность от 2 до 5 дней. В летних программах она идет от 3 дней, потому что на сутки летом отели для групп размещения в основном не подтверждают. Исключением в этом году станет спец на базе езды в июне. Будет предложена двухдневная программа для групп. И об этом еще будет дополнительная рассылка в ближайшее время. И программа интерактив, которая включает посещение интерактивных музеев, таких как «Улица Времени». Это музей, расположенный в гостионе Петропавловской крепости, где в интерактивной форме рассказывается об истории города и его жителях. То есть это такое экспозиционное пространство домами разных эпох, с реконструированными интерьерами и фрагментами улиц, уличной обстановки с 18 до 20 веков. Получается, что, проходя из зала в зал, ты переходишь от дома к дому и проходишь сначала по землям до строительства Петербурга, затем по строительству города Петровской эпохи, по имперскому Петербургу и заканчивается все уже Ленинградом на советской эпохе. Также посвящается музей Петровской акватории. Это музей-макет, расположенный в самом центре города. Его основное отличие от гранд-макета России, потому что он, конечно, намного меньше, и посвящен он несколько другому. То есть посвящен он как раз истории возникновения северной столицы, зарождению российского флота, все это выполнено в интерактивной миниатюре, и представлены там основные достопримечательности Петербурга и перегородов именно времен эпохи Петра Первого. И особенность, такая фишечка этого музея в том, что там есть настоящее водное пространство, которое символизирует акваторию Невы и Финского залива, где по воде ходят макеты кораблей Петровской эпохи. И, наконец, в этой программе есть такой интерактивный музей, как Государевые потехи. Раньше его у нас не было включено в Петербурге. Это такой историко-культурный проект, в котором с помощью мультимедиа, музыки, света зрители приезжают в атмосферу петербургских праздников и развлечений, которые составляли важную часть придворной культуры. В музее также можно увидеть личные вещи Петра Первого, Николая Первого, коллекцию парадных костюмов, кондраторские велосипеды. Это такой необычный музей, тоже достаточно интересный. И также в программе интерактивно встречается пункт камера, потому что эта программа, не называлась она тоже эпохи Петра, то есть встречались места в городе, связанные с Петром Первым. Пункт камера — это первый музей, открытый еще Петром. Есть также программа «Выбери свой вуз». Она представлена в данный момент без цен, просто как образец, потому что такая программа разрабатывается только под запрос и сочетает осмотры и каких-то культурных достопримечательностей, а также посещение вузов города. Актуально она для групп где-то примерно от 20-30 человек и не в период школьных каникул, потому что в этот период вузы, как правило, не готовы проводить экскурсии, у них проходят не открытые двери, но это тоже такой интересный вариант, когда группа может приехать, какие-то дни в свободном режиме посетить вне открытых дверей в вузах города, а в остальные дни запланировать экскурсионную программу. Это тоже можно. В любом случае, все эти программы являются просто базовыми для ориентира и примерно понимания стоимости, потому что с каждой заявкой, конечно, работа ведется отдельно. Под каждый запрос я составляю отдельную программу с учетом пожеланий группы, что они хотят посмотреть, смотря сколько их человек, какой возраст, когда они приезжают и уезжают, что где хотят размещаться и так далее. То есть под каждый такой запрос выбирается оптимальный отель, оптимальный для данного заезда ценой. Соответственно, уже дальше мы работаем. В рамках любой программы можно организовать обеды. Мы работаем с уже проверенным кафе, которые удобно расположены по маршруту, и пусть заранее с группой согласовывается одно меню на всю группу по каждому обеду, и это достаточно удобно, руководителям не надо мучить, где кормить одновременно отрезать человек. И все туры у нас рассчитаны от 10 до 40 человек. Но опять же, могут быть совершенно любые количества. В прайсах представлено стоимость 10 плюс 1, там 20 плюс 2, имеется в виду 10 школьников плюс 1 бесплатных сопровождающих, или там 20 школьников плюс 2 бесплатных сопровождающих. А количество бесплатных сопровождающих тоже может быть любым, но их стоимость просто раскидывается на остальных участников. Поэтому чем больше, тем, соответственно, внешняя цена у человека выше получается. Наши преимущества в данных программах, это, конечно, наши инвалиды не могут работать и вообще иметь в компании «Туристовом скуп», как такого надежного профессионального партнера. Мы достаточно оперативно отвечаем на заявки. Индивидуально, естественно, подход к каждой группе, как я уже сказала. Разные программы, они могут посещать вообще что-то, то, что пожелают свое, не обязательно то, что есть в конкретной программе, может быть, рассчитаны дополнительные. С группами всегда работают у нас классные опытные гиды, они действительно умеют работать с детьми. После каждого заезда группы мы анкетируем и всегда получаем очень приятность, правда, читать эти большие благодарности, которые выражают именно гидам. Да, группа довольна их работой. Мы ставим с работы с объектами размещения, которые расположены преимущественно в центре города или в очень удобной транспортной доступности, такими, как, например, Киевская и Оргита. Неразмещаемые группы где-то удаленные, неудобные, чтобы мы могли бы настоятельно, при необходимости добраться до центра, погулять. И, конечно, в важный момент мы очень ответственно подходим к школьным группам, поэтому обязательно оформляем все документы в ГИБДД. От агентства мы при этом просим список прислать нам в нужном формате для высылаева образец. Школа детской группы, где больше 8 детей едут без родителей, уже обязательно должна администрироваться в ГИБДД. А также, к вашему вниманию обращаю, что запрещена ночная перевозка детей. То есть ночные экскурсии в прошлом году были остально разряжены на период белых ночей, а так после 23 часов может быть только трансфер из-за раковки или международного вокзала в отель. Заранее с ГИБДД мы согласовываем маршрут перемещения группы, и там на месте уже изменения невозможны. Пару слов про размещение групп. Сюда стараемся искать какие-то интересные новые объекты для размещения. В этом году мы поменяли объект, который был минимальным ценопрайсом. Теперь самая дешевая цена и то, что действительно онлайн и на сайте, это размещение в хостеле, который находится в центре города, было хостел на Маратах. Раньше минимальная цена это были номера в гостинице Киевской без удобства, но больше таких номеров это гостинице Луо. И кроме того, хостел однозначно выигрывает расположение. Пешеходная доступность Доневского. Это такой хороший район, самый центр, так скажем, города. Здесь много вокруг мест, связанных с Достоевским. Рядом здесь квартира Достоевского. Достаточно большой этот хостел, может вмещать буквы 80 человек. Завтраки мы всегда уже включаем в стоимость программы. И у этого хостела есть, ну, можно сказать, брат-близнец, расположенный также в центре города на гороху. Он небольшой, на 25 мест, и там может разместиться отдельная группа звонякового телефона. Это уже очень такой интересный, хороший формат. У обоих хостелов симпатичный, стильный интерьер и достаточно высокий рейтинг на букингах. Еще один отель и бестселлер для школьных групп в этом сезоне это отель Майнингель, который был открыт в прошлом году. Мы начали с ним сразу работать, расположен в самом центре, также недалеко от Минтон-Садовая, рядом Никольский собор. Здание вновь отстроено и конструировано полностью. Очень стильное оформление номеров. Основной номерной фонд это четырехместные номера, также есть и пяти-шестиместные. Вот здесь на картинке как раз представлены четырехместные номеры. Не во всех две обычные кровати, одна двухъярусная, но полноразмерная, поэтому для школьников очень удобно. Здесь завтраки, шведский стол. В каждом номере, я вот не сказала, своя ванная комната и туалет. Здесь также картинки, где не сдавали, как раз дверь в ванную. Для детей есть и оборудованная кухня, актуальный вариант для таких небольших дым. Есть и лаунж-зоны, где школьники могут сидеть, болтать. Он такой удобный. Замы отнял замечательные ответы к сцены в этом году, очень привлекательные. Поэтому на первой мае у нас у него расхода, на второй пока есть еще номера. Мы там имеем гарантируемые номера на популярные даты заезда. Сейчас они остались как раз в месяц апреля. И второй мае у нас праздниками. Теперь пару слов по технической информации, где, в основном, идти на сайте. Размещено школьные программы в двух вкладках. Это детский туризм и отели-спай-экспрессионные пагеты. Не остановлюсь на втором варианте, потому что вам так привычно искать остальные экспрессионные туры, соответственно, не будут переучиваться. Сразу скажу, что для агентств существует этот приятный бонус, потому что они не заводят, как правило, свои групповые заявки. Я завожу сама их. Агентства, они появляются уже в личном кабинете. То есть, как-то очень заморачиваться с оформлением этих туры, вам не нужно. Если посмотреть, да, в поиске информации, то нужно город отправление выбрать любой, страна России, город, соответственно, Санкт-Петербург. Тип-туры, школьные туры. И откроется вкладка с перечлением всех школьных туров базовых. Здесь пометка 19, ну, то есть, например, школьный тур интерактив 19, это летний сезон. 28 апреля и октября. Соответственно, дата нужна, количество ночей. И открывается в таком виде страничка, где, соответственно, вот здесь указана цена сразу за группу, обратите внимание, не на человека, потому что во вкладке детские туры, там цена сразу вы видите на человека. И здесь, если открыть, кликнуть на тур название Санкт-Петербург, школьные туры-лайт 19, то вам откроется более подробная информация об этой программе. Будет удобно указана разница между, скажем, двух, трех, четырех, посредневной программой, и видно будет, какие экскурсии добавляются. Но, наверное, самый удобный вариант ориентироваться по школьным программам это ознакомиться с прайсами. И также их можно отдавать в группу для ознакомления, потому что там очень подробно подписана экскурсионная программа, посещаемые достопримечательности. Если это музеи, такие как Кашбитровская акватория, то там кратенько написана информация про этот музей. Достаточно полная возникает информация у групп по данной программе, если мне ее легче продавать. Найти эти туры можно в каталоге стран, выбрать в Россию, дальше нужно в этом состоянии выбрать Санкт-Петербург, экскурсионные туры в Санкт-Петербург. И откроется такая страничка, где уже будет пометка «Школьные туры», в которой представлены как раз все прайки. А вайт, классики, интерактиву, можно в Word, распечатать программу на любую продолжительность для удобства пользователей. Также вставлены отели основные, в которых группы размещаются в данном программе. «Школьные туры» и «Школьные туры» Везде на страничке и на этой страничке и в каждой программе есть контакт почты, куда вы можете отправить заявку. Есть контактный телефон мой, в котором вы можете задать какие-то интересующие вопросы по конкретной группе. Мы рады получить ваши заявки, рассчитать их, будем работать. Спасибо вам большое за внимание. Здесь еще последний у нас остался слайд с нашей контактной информацией. И, может быть, у вас есть какие-то вопросы, мы с Марией будем рады ответить. Спасибо вам еще раз и извините за сегодняшнюю задержку в семинаре и технической нашей неповадки и детали. Я нервничаю в связи с этим. Да, очень нервничаю, честно говоря. И связь по талантам прекрасно. Спасибо, что пришли. Надеюсь, что информация будет для вас полезной и поможет собраться на нашем сайте и наших турах. В общем, будем рады видеть и вас, и ваших туристов в Петербурге и в этом пятнем сезоне и дальше. и вообще. И вообще. Вопрос. Так, скажите, а есть возможность бронирования экскурсий для туристов, у которых решен вопрос с жильем, но хотят организованные программы? Да, я говорила об этом, что у нас есть групповые экскурсии, которые рассчитаны на человека, но это нужно сделать заранее. То есть, допустим, при смогут у родственников постаться, проживать, но заранее доказать у нас экскурсии, которые проходят с понедельника по воскресенье каждый день в сезон. С ценами также можно ознакомиться на нашем сайте. Продолжение следует... Продолжение следует...